Тумсо, во время русско-кавказской войны именно запорожские казаки из Украины воевали на стороне Российской империи и уничтожали мусульман, черкесов и адыгов. Сейчас их потомки осели в Краснодарском крае. Надо уйти вот от этих титулов, духовный лидер у них там, да? Это почему это там происходит? То есть они взяли модель хорошую, но ее испортили какими-то шиитскими своими убеждениями. Они взяли... Вы один раз сказали, что если бы когда-то неправильно начертили границу, то нужно будет восстанавливать справедливость. Так почему Крым, Украина его несправедливо отдали Украине, хотя он был в России. Если Крым был несправедливо отдан России, Украине, прошу прощения, мы ведь говорим о передаче Крыма во времена Советского Союза при Хрущеве, когда он перешел под юрисдикцию украинской СССР. На тот момент это было как бы единое государство, СССР просто из одного, так скажем, союзного государства перешло в другое союзное государство. Это все было так, была формальность. И если это было несправедливостью, тогда на момент создания, на момент распада СССР и создания уже отдельных независимых государств, как Россия и Украина, нужно было тогда и предъявлять эти претензии. Но если когда распадается страна, то эти границы подписываются, никакие вопросы, связанные с этой границей, связанные с Крымом, не предъявляются, все довольны, все совсем согласны. В этом случае все, это уже свершившийся факт. И здесь, это не значит, что претензии какие-то там не могут быть, что границы не могут быть пересмотрены, могут, но уже в этой ситуации они должны пересматриваться в соответствии с действующими правилами, с международным правом, а не так, что ты там подписал, согласился, а потом пришел такой, знаете, я оказывается был не согласен, это уже является вероломством. Таким же примером является, допустим, Курилы. Вот Курилы, что бы там ни происходило, СССР распадался, в Японии власть менялась, не менялась, что бы ни происходило, Курилы, это всегда спорный вопрос. Никогда Япония не соглашалась с переходом этих островов в пользу России. Россия же не соглашалась с тем, что это японская территория. Они изначально спорные. То есть Япония предъявляет свои претензии на эту территорию. И если завтра у Японии появится возможность отжать эту территорию и она ее отожмет, захватит ее силовым методом, например, не будет вообще никаких вопросов к Японии. Но если бы Япония согласилась, сказала бы все, никаких претензий не имеем, подписываем с вами мирный договор, территорию, границу, все определяем. И после этого совершили бы, если бы не вероломство, то это уже было бы нарушением договора. Спасибо за упоминание о том, что это приятно слышать. Из Карпат у нас и правда были добровольцы, которые помогали вашим бойцам в годы борьбы за свободу. Благородно о таком помнить. Спасибо тебе не за что, Иван Пилипчук. Такие вещи не забываются. Это мы помним, будем это помнить. Их действия, пролитое имя кровь на нашей стороне, она будет увековечена у нас, иншаллах, как только у нас появится такая возможность. Все вот эти улицы имени псковских десантников, российских генералов, трошевых, российских президентов Путина, например, российских наместников типа Кадырова. Все эти улицы, они будут у нас вычищены, скверы, там их имя, все, ничего подобного не будет. Вместо них у нас будут увековечены те наши герои непосредственно и те добровольцы, которые погибали вместе с нами, защищая наше государство, наши границы. Тумсо, зачем нам этот Крым и Украина? Они все куфры, им наплевать на мусульман, если не было той обстановки между русскими и украинцами, они, как мы знаем, совместно уничтожают чеченцев. Селим, Али, у тебя какое-то свое, наверное, видение, свои знания по этому поводу. Я тебе скажу, что во время первой российско-чеченской войны у нас на территории Чечни, на нашей стороне, воевали добровольцы из Украины. Так что я бы не был бы на твоем месте, стой, однобоким. Изучи этот вопрос, посмотри на него со всех сторон. Лично для меня это небезызлично. Даже если бы, даже если как-то отстраниться от всего этого, сказать, что это, в принципе, нас не касается, даже если бы это происходило бы не в нашем регионе, если бы это где-то в Африке подобные вещи происходили, все равно чисто по-человечески, когда кто-то приходит и отжимает у другого что-то в наглую из-за того, что у него есть сила, ну, как-то вот по-человечески нутро сопротивляется этому. Я на это смотрю как будто бы, ну, пусть не в моем доме, да, а если бы через несколько домов какая-нибудь семья взяла бы и у своего соседа отжала бы комнату. Даже если это не в моем доме происходит, где-то в другом доме, но все равно мне бы это было как-то неприятно, потому что, ну, обострено чувство справедливости. Я бы знал, что это несправедливо, мне было бы небезразлично. А это-то происходит непосредственно в моем доме. В одном доме мы как бы находимся недалеко друг от друга. И самое главное, что вот этот вот терроризирующий всех такой сосед, очень мощный, это тот сосед, который и нас тоже терроризирует, и нас захватил. И когда он еще кого-то захватывает, то, естественно, меня это конкретно касается, и я на это как-то обостренно реагирую. Тумсо, во время русско-кавказской войны именно запорожские казаки из Украины воевали на стороне Российской империи и уничтожали мусульман, черкесов и адыгов. Сейчас их потомки осели в Краснодарском крае. Ну, если мы с вами будем заглядывать далеко в историю, то мы найдем очень много таких вот примеров для вражды. Прежде всего у нас на Кавказе. Давайте тогда будем начинать с себя. Давайте здесь друг с другом сначала передеремся, придя им претензии с нашим самым близким соседем, живущим прямо рядом с нами, окружающим нас со всех сторон. Ко всем из этих соседей мы можем предъявить с вами эти же претензии. И эти соседи тоже могут ко всем, и к нам в том числе, точно так же предъявлять эти же претензии. Поэтому давайте, наверное, поймем, что так политика не делается. Примеров в этом мире полно. Люди, которые, страны, народы, которые сражались друг с другом, просто миллионами положили друг друга. Потом умудрялись как-то приходить в некое соглашение, создавать даже союзы наподобие Европейского Союза. Становиться мощной такой силой в этом мире. Так что не введите разговоры, которые нам вредны. Вот сейчас вот подобные разговоры нам вредны. Нет разницы, кто сражается на стороне врага против нас. Будь то украинец, казак или чеченец. Это для нас враг. Но это не делает украинцев всех, там всех казаков и всех чеченцев нашими врагами. Если мы из-за какого-то количества украинцев, которые воюют или воевали когда-то, тем более воевали когда-то на стороне России, если мы сейчас будем предъявлять претензии всем украинцам, но тогда и украинцы предъявят точно такие же претензии против всех нас, так как на стороне России сейчас на Донбассе орудовали кадыровские чеченцы. Давайте справедливо подходить к подобным вопросам. В том числе украинцы с черкесами делали то же самое, что Сталин с чеченцами. Покажи нам пример прости Сталина. Вот в этом и разница, что видите, из-за действий, там не только Сталин был, Сталин, Берия, этот Гвишиани. Мы из-за действий вот этих вот трех людей, которые были грузинами, да, этническими, но мы ведь не перекладываем эту всю вину на грузин. Вот конкретно вот этих вот людей, этих преступников, мы их ненавидим, они наши враги и никогда не будут прощены. Вот точно такое же должно быть отношение. То есть конкретные украинцы, чеченцы, дагестанцы, кто бы они ни были, которые против нас воевали, усердствовали в этом, и тем более если они еще и были там руководители, допустим, да, какими-то генералами, я не знаю, президентами, то мы этих людей никогда не простим и их будем ненавидеть. Но это все проецировать на все эти народы, тем более на страны, мы, конечно же, не должны, не имеем вообще права так делать. А если мы так делаем, то давайте давать такое же право и в отношении нас. Пусть тогда и всех нас также ненавидят. Пусть всех нас грузины сегодня ненавидят, потому что на стороне Грузии, на стороне России против Грузии воевал батальон Восток, батальон Юг, Кадыровский и Ямадаевский, два батальона, укомплектованные предателями чеченцами. Давайте теперь скажем, что это можно проецировать на весь наш народ. Мы ведь с этим не согласимся? Не согласимся, потому что эти люди, они в первую очередь наши враги. В первую очередь мы с ними враждуем. Точно так же мы должны подходить и к вопросам в отношении украинцев и кого бы то ни было другого. У них есть точно такие же права, как и у нас. И Чечерия далеко не шариатом была, и далеко на нее не была похожа. Посмотри, послевоенное положение, там в 96-м году, обычная светская страна, только без РФ, так сказать. Очень интересное заявление. В 96-м году мы освободились только... В октябре были подписаны, в сентябре точнее, были подписаны Хасаюртовские соглашения в конце сентября, по-моему. И войска были выведены только 31 декабря 96-го года. То есть, в какой период ты смотришь в 96-м году на Ичкерию и делаешь такие выводы? Период до сентября, когда у нас была российская оккупация, там была их власть, их дом-правительство, Завгаев был у них там их марионеткой, их наместником. Это время или после сентября, когда мы только заключили соглашение, еще власть не установлена, никакие органы государственной власти еще не работают, ничего подобного нет. идет вывод войск, обмен военнопленными и так далее. Вот эти все моменты происходят. То есть, 96-й год, как можно вообще рассматривать? Ну, это же очень странно. Выборы у нас прошли в 97-м году. Хотя бы, наверное, с 97-го года, после выборов, надо, наверное, смотреть. И если вы скажете, после вывода войск, было ли это государство, государство мусульман, основанным или, по крайней мере, стремящимся к полному соответствию исламским канонам, да, было. Были ли в нем проблемы? Да, конечно, были. Но это было мусульманское государство. Там действовали суды в соответствии с тем, что было испослано от Аллаха. Даже государственные силовые структуры были переименованы в соответствии с мусульманской терминологией. Например, МВД было переименовано в МШГП, Министерство Шариатской Государственной Безопасности, Исламский полк быстрого реагирования, там иные какие-то, там, Шариатская Гвардия, например. Томсо, ты как-то в одном из эфиров сказал, что для свободной Ичхерии подошло бы политическое устройство государства по типу Исламской Республики Иран. Я правильно все понял, можно развить тему глубже. Нет, я говорил, что у них сама модель, она неплохая. Если бы, допустим, эту модель реализовать в любом мусульманском сунницком государстве, это хорошая модель. Когда есть некая Шура, высший орган, у этой Шуры есть некий свой председатель, просто надо уйти вот от этих титулов, духовный лидер у них там, почему это там происходит. То есть, они взяли модель хорошую, но ее испортили какими-то шиитскими своими убеждениями. Они взяли, допустим, Шуру, превратили в личный орган какого-то духовного лидера. Но если убрать вот эту вот всю шиитскую мишуру оттуда и посмотреть саму модель устройства, что есть Шура, высший политический совет, у этого совета есть некий свой председатель, избираемый этой Шурой, из, допустим, 12 человек, я не знаю, 50, не важно. И уже остальные все ветви власти находятся под этим советом. То есть, президент, избираемая должность всенародно, парламент, избираемый всенародно, судебная система, это все там утверждается парламентом, то есть, все существует здесь. Но над всем этим есть некий орган высший, который является гарантом вот этого вот устройства, соблюдения этого всего. Сама модель, она неплохая. Вот о чем я говорил. И эта модель, мне лично, гораздо ближе, то есть, она мне гораздо более симпатичнее, чем модель королевской семьи, которая там всем управляет. Лично мне это не нравится. Вот эта монархия, передавание должности от этого престола, от отца к сыну, от брата к брату. Лично мне это более чуждо, чем модель, реализованная сегодня в Иране. Но, я подчеркиваю, я не говорю про вот эти вот шиитские моменты, духовный лидер и прочее. Это все мы оттуда убираем. И, допустим, вот этот вот их не орган, а структура, скорее, это стражи исламской революции, как называется. Это тоже такой орган, точнее, такое силовое ведомство, которое подчинено вот этому высшему совету. То есть, это такая структура, которая гарантирует вот этому совету исполнение, то есть, это такой силовой блок, с помощью которого они наблюдают тайну, обеспечивают исполнение законности. В общем, может быть, это не значит, что вот эта вот система, она прям самая идеальная, но она, в любом случае, мне лично она нравится больше, чем любое проявление монархии. Субтитры создавал DimaTorzok